Всем привет! Рада видеть вас на канале Процветок. Меня зовут Катя и я специалист по уходу за комнатными растениями. В этом ролике я вам расскажу про такое популярное растение как зомеокулькас. Также мы осуществим пересадку по всем правилам. Поехали! По типу ухода это растение схоже с суккулентами и кактусами. Но если суккуленты и кактусы любят прямые солнечные лучи и яркое освещение, то зомеокулькас будет себя хорошо чувствовать в условиях затенения при рассеянном свете. И его можно поставить на подоконнике, к примеру, с северной ориентации окон или же на расстоянии с 2 до 3 метров от другой ориентации окон. Да, конечно же говорят о том, что растение является теневыносливым, и это правда так, но у этого есть свои последствия, потому что с недостатком освещения у листьев начинается большое расстояние в междоузлиях, он начинает разваливаться, а также листья начинают плетнеть. Поэтому если вы решили поставить зомеокулькас, скажем так, в темный дальний угол, я рекомендую воспользоваться досветкой. Схоже с суккулентами и кактусами выражается в том, что растение не требовательно к влажности воздуха, если мы не говорим про опрыскивание с внесением стимуляторов или же подкормок. Также схожесть проявляется в интенсивности полива. То есть растение мы поливаем только после того, как наш земляной ком полностью просох. Если у вас маленькое растение, вы можете воспользоваться пальцем и проверить, как оно себя чувствует, либо же использовать шважки или китайские палочки, если это крупное растение. У этого растения невзрачное цветение, и зацветает он спустя 5-6 лет своей жизни. Растение также не требовательно подкормкам, но мы их можем носить в период интенсивного роста. Сейчас мы поговорим про пересадку. Я вам покажу, как правильно ее осуществить, какие компоненты нужно замешивать. Я уже немножко подготовилась, поэтому здесь вы можете увидеть торф. Он должен быть рыхлый, влагоемкий. Также мы дополняем его углем. Он для того, чтобы обеззаразить почву. Он может быть активированный или древесный. И лючу запон. Это минералы, которые также дополнены различными удобрениями и микро-макроэлементами. Здесь есть перлит. Есть один нюанс. Когда мы пересаживаем замиокулькас, горшок должен быть тесным. Это связано на том, что листья идут в рост в том случае, когда стенки сдавлены корнями. Это активирует листовые почки, которые выдают нам потом свежие листья. Если же подобрать слишком большой горшок, растение замедляется в росте, потому что ему нужно изначально нарастить корневую массу. И также есть шанс залива. Это растение не любит переувлаждение. А сейчас мы переходим непосредственно к пересадке. Смотрите, я пытаюсь его достать. То есть изначально мы массажируем корни. Так как здесь плотная корневая система, нам его нужно разрезать. И перед этим обязательно обработать все свои инструменты. Так, вот мы здесь уже освободили наше растение. Нам нужно сейчас осмотреть корневую систему на предмет каких-то загниваний, гнилей. И обязательно убрать весь лишний грунт. Далее мы берем наш горшок. Примеряем корневую систему. Убеждаемся, все ли мы правильно сделали. Как вы видите, он заполняет весь наш горшок. И в тот же момент у него есть пространство для роста. Так как у нас именно горшочек и здесь есть отверстие, то есть для слива лишней воды, мы можем не сыпать керамзит. Но для того, чтобы грунт не вываливался, я рекомендую класть на дно горшка либо какую-то сеточку, либо марлю. Замешиваем наш грунт. А если говорить о пропорциях, это может быть 50 на 50, то есть 50 процентов торфяная основа, 50 процентов различные разрыхлители, которые вы привыкли использовать. Далее мы берем и наполняем наш горшок субстратом, который мы приготовили. Делаем примерку. Это для того, чтобы понять, не заглубили ли мы растение. А на самом деле эти клубни можно оставлять на поверхности горшка. А так мы сможем отслеживать, нужен ли нам следующий полив. Если клубенечки сморщиваются, это уже сигнал к тому, что растение пора поливать. И заглублять это растение нежелательно. Грунт мы не уплотняем. Если это пластик, мы можем постучать по самому горшочку. Если это все-таки керамика, терракота, то можем немножко примять, но не утрамбовывать. Пересадка окончена. Полив мы производим на 5-9 день после пересадки. Это делается для того, чтобы избежать гнили и развития грибковых заболеваний. Для того, чтобы поддержать наше растение после пересадки, мы можем воспользоваться стимуляторами роста. Это может быть эпин, циркон или другие стимуляторы роста, которые вам известны. На этом у меня все. Пишите в комментарии, про какое растение вы бы хотели услышать в следующем выпуске. И то растение, которое в комментариях наберет большее количество лайков, будет предоставлено в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok